Всем привет! Прежде чем приступить к обзору, хочу выразить свою отдельную благодарность зрителям, которые проявляют активность на канале. Подписывайся, оставляй свои комментарии, ставя лайки. Спала сегодня очень долго, легла в 10 вечера, проснулась в 7 утра, и то проснулась не сама, потому что пес подошел, знаете, такой, ну здоровый, так дуд с меня, ну что, давай нам уже до витру пора, ты все спишь и спишь, никак не просыпаешься. Поэтому припозднилась я с обзором, уже спрашивайте вы меня, а будет ли обзор на стрим. Вот, делаю. Надо было посмотреть вначале, обдумать, что вам сказать, эту всю информацию в голове у себя прокрутить. Вот, делаю. Итак, Коношенову не дала бы моя мама. Ну, во-первых, никто бы не взял, а то, что она дала бы, я в этом даже не сомневаюсь. То есть вопрос даже не приходит человеку, это благоразумному бы пришло, но сомневу не приходит. Зачем мужчине в самом рассвете лет, 74-летняя старушенца, вот такая вся кривая, косая, горбатая, зачем? Здесь вопрос этот неуместен, потому что логика отсутствует напрочь. Итак, давайте приступим уже конкретно к обзору. Я не хочу возвращаться к этой теме, там был об этом разговор. Суть вам ясна. Помогают одеждой, уже покупают не только в госпитале раненым, но и туда, на передовую. Не хватает одежды. Прозвучала такая фраза, что мы простые люди, туда, да, верхам достается. Кстати, эта информация уже звучала неоднократно, что простые воины чего-то там недополучают. Ну, все понятно, да, все понятно, к чему вообще я веду эту мысль. И сам Вэлл на этой фразе замялся, как-то ее так, знаете, пожевал скудненько, тоже, как бы говоря, что, ну, вы меня поняли, да, что там происходит. Поэтому вынуждены они покупать дополнительно вещи, чтобы хватало уже и простым смертным, можно так сказать, не позамерзали люди и не остались вот так вот голые буквально на улице. Да, патриотов, как я уже и говорила, было бы очень легко там у них выявить. Не платить деньги за участие. Вот просто не платить. Давайте за идею. Вот сколько там идейных обнаружилось бы. И все сразу стало бы на свои места. Все стало бы понятно. Снова поет он песню Степану. Да, правильно, говорит он, делал Степка, уничтожал русских. Жаль только, что он их не всех добил. Это сейчас была цитата автора. Да? А цыган за что? Ладно, с русскими хорошо. Мысль твоя ясна. Цыган за что? Бабий Яр. Слышал о таком? Читал? Или снова, как страус, очень хорошо ходить и носить с собой ящик с песком? В случае чего, хоп, голову туда спрятал и стоишь, ждешь. Постоял, постоял. Ну, вроде бы никто не трогает, высунул голову, пошел дальше, а? Массовый расстрел был мирного населения. Цифру назвать? 150 тысяч мирных жителей. Нормально? Сейчас своих считают. Жалко, да? Вопрошают. За что? За что? Поляков, за что? Евреев, за что? Львовский погром. Соратник бандерлога устроил. Был некий такой стытько. М? Поляки, Волынь, я уже упоминала, фильм рекомендовала посмотреть, Волынь. Скидывала свой телеграм-канал, ссылочку. Какой материал там был опубликован. Сердце останавливается от этих зверств. Дети маленькие, маленькие, грудные, разных возрастов. Что делали? Женщины. Тоже было за что? Все авансом на будущее, чтобы мало ли вдруг пригодится, да? Вот у нас уже есть такое красочное пятно в биографии. Было за что? Польша шесть лет назад сняла этот фильм про Волынь. Понимаете? Шесть лет назад. О чем это говорит? О том, что люди не забыли, люди помнят. Он думает, что таких, как Сявка, будут принимать там с распростертыми объятиями. Там все помнят. Вот если бы вот такие, как Сявка, вышли бы сами с троем, было бы гораздо проще. Гораздо проще. И это сейчас не политика, как мне пишут. Зря вы про политику начали. Так хорошо было вас смотреть. Вы политику не касались. А сейчас начали. Это не ваш конек. Боже мой, кто-то сейчас еще будет решать. Конек мой. Или лошадь моя. Или горбунек мой. Что мне говорить? О чем мне рассказывать? Менять мне? Как вести канал, направление или не менять? Это не политика. Это исторический ответ на Сявкины высказывания. Вы разницу знаете между политикой и историей? Да, они где-то перекликаются. Но не всегда. Не всегда. И это сейчас история мировая. И это тоже большая разница. История Советского Союза. История там России перепечатанная, как считают. И есть мировая история. Общеизвестные, общепринятые факты, которые озвучены. И которые не всем сейчас нравятся. Естественно, они не нравятся. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Слова Ломоносова. Крупного российского ученого, естествоиспытателя. Ребята, Ломоносов, это такая тяга к знаниям. Это такой человек. Какой он внес вклад в науку. Достойный сын своей земли, на которой родился. Я фильм советский про Ломоносова просмотрела несчетное количество раз. То, что сейчас происходит, по привету и ответ. Кто понял, тот понял. В Лисичанске, говорит Самвел, продались за хлеб. Считает, что это выходцы из СССР. Продажные такие люди. А я вспомнила другую бабушку, которая вышла с флагом. Ей дали продукты, а флаг выхватили и стали топтать. Бабушка поняла, что за существа перед ней стоят. Флаг забрала, а продукты не взяла. А бабушка это была. Из СССР. Продалась за хлеб? На выборы, говорит, нельзя таких пускать. Шесть лет исполнилось, все. Севка говорит, у таких людей уже мозг атрофировался. Они уже не умеют соображать. Не умеют трезво и здраво размышлять. Им не надо давать возможность голосовать. Как вам это нравится? А вы еще начните уничтожать. Я так думаю, что он скоро дойдет до того, что будет говорить, что пожилых вообще все исполнилось определенное количество лет. Знаете, было такое, если не ошибаюсь, в Китае. Вывозили и там где-то оставляли. А потом поняли, что возраст, если он еще пришел с умом, мудростью, это опыт, это знание, которое человек может передать молодому поколению. Севке этого не понять. Он смотрит на свою мамашку и он понимает, что там передавать нечего. Там от зачатка не было ничего, что можно было бы передать. Вот поэтому он и говорит, что нечего давать таким возможность голосования. Ненавидит он все советское ненавидит. Зато сталинки покупает. А сталинки хорошие, да? Какая-то выборочная любовь к СССР. Далее во время этой трансляции, сколько я его слушала, я поняла, почему он злится на Россию. В театре исполняли партии на русском, между собой общались на русском. А теперь обратите внимание на первое слово. Далее цитата автора. Заставляют нас говорить на родном языке. Так вот оно в чем дело. Вот где собака зарыта. Заставляют. А было так хорошо, так замечательно жить, да? И тут на тебе заставили. Ничего. Выучишь. Украинский хлеб ешь, а украинскую мову не разумеешь. Балакать на ней не можешь. Сразу ум за розум заходы. Язык начинает пудляться в роте, да? Ничего. Навчат вас. Скажите дякую. Койкому. Зимы он не боится. У меня, говорит, теплый пол. Оно правда недоделанное или прикидывается? Вот такое чувство у меня, что Арселусь уже от Тани устал, вот к третьему ребенку, когда дело подходило, и уже трудился в полсилы. И где-то там по скрепу себя, по сусекам, собрал последние крошки, вот плюнул из последних сил и завязался этим гиблым делом. А потом вот такое вот недоделанное чудо в перьях и выродилось. Напоследок. Что мать даже вынуждена была сказать. В семье не без урода. Природа отдохнула. Уже под конец все. Ресурсы кончились не только у Арселуица, чтобы плюнуть там что-то, и из него выродилось, но и уже и у бабы Тани. Тоже там все закончилось. И вот это вот, знаете, еле-еле-еле душа в теле. Спросили у него также, готов ли Севка ради сохранения жизни исполнить гимн России. Ответ истинного патриота был. Да, говорит, готов. Готов человек. Пионером не стал, но что-то пионерское в нем, согласитесь, живет. Он готов. Вот люди, те, которые из России, наверное, его смотрели, продолжают смотреть, вы, наверное, ради этого момента здесь находились. Чтобы услышать, что он готов к переобуванию. Теперь вам осталось дождаться до того момента, когда это произойдет, чтобы воочию это увидеть. Коношенова в хвост и в гриву изображал. Думал, что он его унижает. Он, когда изображает других людей, Эдика, своих армянских родственников, Коношенова, Монтян, он, наверное, не подозревает, что он показывает свое истинное лицо. В принципе, вот то, как он их изображает, он выглядит так всегда. Сделаю здесь паузу. Перекур, ребята. Сейчас опубликую это видео и продолжу делать вторую часть. Надолго не прощаюсь. Увидимся.